Творческий образовательный проект «Сегодня – это фантастика, завтра – реальность» стартовал на Калининской АЭС в 2010 году. Основная цель – приобщение детей к истории и перспективам ядерных технологий. Из года в год этот интересный конкурс набирал обороты, росло число участников, а с 2012 года он стал международным. К проекту присоединилась Турецкая Республика. В этом году пятый по счету творческий проект посвящен 30-летию энергоблока номер один Калининской АЭС. Будущей атомной энергетики глазами детей. Многие из этих работ могут показаться лишь фантазиями, изложенными на бумаге. Но не именно ли так в прошлом рождались самые смелые идеи и мечты, которые уже сегодня стали частью нашей жизни. На Калининской АЭС вновь стартовал творческий образовательный проект «Сегодня – это фантастика, завтра – реальность». На участие в приуроченном к 30-летию первого энергоблока Калининской АЭС пятом творческом образовательном проекте «Сегодня – это фантастика, завтра – реальность» уже подали заявки более 70 человек – жителей Удомли и Удомельского района. Традиционно присоединяются к проекту и представители Турецкой Республики из региона расположения, сооружаемой АЭС Акуью. 18 февраля в Центре общественной информации для участников проекта была организована встреча-семинар, на которой конкурсантам рассказали о теме проекта и требованиях к работам. Примечательно, что среди заявившихся на участие есть как совсем еще юные соискатели, так и взрослые. Это значит, что проект расширяется и географически, и по возрастному составу конкурсантов. Работы, участвующие в проекте «Сегодня – это фантастика, завтра – реальность» в этом году не только рисунки на определенную тему. В разные годы это были и видеосюжеты, и фотоколлажи, плакаты, презентации, макеты. В общем, для участников проекта возможностей проявить фантазию всегда было предостаточно. В этом году на суд жюри будут представлены работы в жанре декоративно-прикладного искусства – аппликации, живопись, скульптуры, вышивка. Смогут конкурсанты выбрать и наиболее интересную, на свой взгляд, тему работы. В номинации «С уверенностью в будущее» можно пофантазировать о ядерных технологиях завтрашнего дня и о том, что с ними связано. Номинация «С уважением к прошлому» – это экскурс в историю Калининской АЭС и поселка энергетиков. Для размещения промплощадки АЭС принять вариант номер 3 на юго-восточном берегу озера Удомля, в северо-восточный поселка Удомля. Кстати, на Удомельской земле подходящих площадок оказалось 7. Вы представляете? То есть из 7 площадок выбрали вот эту третью, которая сейчас у нас и называется промышленная зона Калининской атомной станции. Экскурс в историю атомной станции включала и состоявшаяся встреча. Собравшимся рассказали о том, как происходил выбор площадки для атомной станции, почему именно Удомля стала Атомградом и кто стоял у истоков атомной энергетики на Удомельской земле. Почетной гостьей встречи стала ветеран Калининской АЭС Любовь Константиновна Семенова. На предприятии она трудилась с мая 1983 года по декабрь 2008. На сооружаемую Калининскую АЭС Любовь Константиновна приехала с Кольской атомной станцией, где работала в химическом цехе. Несмотря на непростые бытовые условия сооружаемой Калининской АЭС и будущего города атомщиков, о том времени она вспоминает с теплотой. Участники встречи внимательно слушали и задавали вопросы свидетельницы пусковых операций на энергоблоке номер один Калининской атомной станции. Итоги пятого творческого образовательного проекта «Сегодня это фантастика, завтра реальность» будут подведены в мае. Дмитрий Ермаков, Денис Лебедев, Управление информацией и общественных связей Калининская АЭС.